Избирательная кампания в Рязанской области прошла без нарушений. Голосовали в спокойной обстановке. Главный итог трех выборных дней. Об этом же в ситуационном центре штаба общественной поддержки «Единой России» говорил с представителями на местах первый заместитель секретаря регионального отделения Аркадий Фомин по ВКС. Впрочем, как себя вести при нарушениях, инструкция была довольно четкой. Если наши наблюдатели, если наши сторонники партии видят, что происходит нарушение избирательного законодательства со стороны других кандидатов или партий, вы обязательно это все фиксируйте и передавайте жалобы в избирательную комиссию. Вместе с рязанцами в голосовании принял участие и губернатор Павел Малков на избирательном участке в школе номер 7. К концу третьего дня общая явка по области, а голосовали помимо Рязани еще и 20 муниципальных образований, ушла за 30%. Самое главное, что можно сейчас констатировать, это то, что выборы прошли полностью в правовом поле. Не зарегистрировано никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Здесь я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации выборов. Это на самом деле огромная работа. И многие здесь не спали ночей, дежули на участках, организовывали работу всей этой огромной машины. Также я хочу поблагодарить всех, кто участвовал долго в подготовке выборов. И самое главное, отдельно благодарность всем избирателям, которые пришли на участки, отдали свой голос и тем самым приняли участие в дальнейшем развитии нашего региона. Как говорили политологи на впервые проведенной в регионе ночи выборов, главное, что кампания прошла в конкурентной борьбе. А на явку повлияла в том числе и специальная военная операция. Весомый процент активных сегодня защищает рубежи Родины. Выборы проходят в условиях специальной военной операции. Это, соответственно, сужает возможность для деятельности оппозиционных партий. Соответственно, они в полной мере не развернулись до конца. Потому что, наверное, в том числе четко не определились, до какой степени они могут критиковать существующую, ну, скажем, власть. И за какие пределы выходить нельзя. И, соответственно, многие так четко не определились. Раньше в подъезду захочешься, тыкаешься о макулатуре различного толка. А сейчас, мне кажется, очень важно избирать, видеть, что он выходит. У него асфальт есть во дворе. Или что он едет, вот как я, например, забыл на дачу и понимает, что у меня шоссе, по сути, хороший хайвейн. И ты едешь и хорошо. Это здорово. Или что у тебя освещение есть в сквере. Что у тебя там есть лавочки, малая архитектурная форма, что там есть. О том, что люди выбирают устойчивость и системность, говорил и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на селекторе с регионами. Победа партии власти оказалась подавляющей даже в, казалось бы, изначально красных регионах. Но в победе единороссов на новых территориях вряд ли кто сомневался. Потому что это наши люди. В настоящий момент в нашей стране продолжается специальная военная операция. Только самих участников специальной военной операции от нашей партии было больше ста человек. Они тоже баллотировались на различные депутатские места, на другие должности. Поэтому проблематика, связанная с СВО, была, безусловно, одной из важнейших, которая поднималась и обсуждалась в ходе предвыбранных встреч, в ходе обсуждения, которые вели наши кандидаты. Это и помощь участникам СВО, и забота о близких, и масса других вопросов, которые в настоящий момент для нашей страны являются весьма и весьма актуальными. К слову, в самих республиках российского Донбасса за новую программу развития вместе с партией «Единая Россия» проголосовало абсолютное большинство. Несмотря на обстрелы и запугивания с той стороны. Безоговорочная победа «Единой России» случилась во всех регионах страны без исключения. В Рязанской области цифра поддержки партии власти перевалила за 58%. Было много встреч, и результатом встреч, результатом работы стало формирование программы. Народная программа, которую наши кандидаты, кандидаты «Единой России» идут на выборы. Разного уровня совершенно. И с особенностями каждого, каждых выборов, городских ли, областных ли, если это были до выборов. И, конечно, это такая особенность, это очень важно, потому что в программу вошли те самые насущные проблемы и задачи, о которых говорилось. Совершенно по разным направлениям образования, здравоохранения, помощи участникам СВО, специальной военной операции. Все, что было возможно и реально, и то, что можно реализовать, вошло в эту программу. И над этим будет работать тот состав городской думы, который будет избран. Те депутаты от «Единой России», которые будут избраны в рамках кампании. По словам Романа Калинина, сегодня время отвечать перед избирателями за каждое слово, поступок или действие. И те, кто сегодня пришел в Рязанскую городскую думу, с этим обязательно справятся.